МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим на очень важные для многих наших горожан темы. В настоящее время в соответствии с поручениями президента России и правительства Российской Федерации всеми органами власти реализуется комплекс мер, направленных на поддержку представителей бизнеса в связи со сложившейся очень сложной социально-экономической ситуацией, которая вызвана распространением коронавирусной инфекции. Что делается Федеральной налоговой службой? Какие меры поддержки уже приняты? Здравствуйте. Действительно, Марина, совершенно вы правы, что сейчас реализуется целый комплекс мероприятий. И в том числе, конечно, и Федеральной налоговой службы сделано очень много. Но я хочу обратить все-таки внимание на то, что ситуация меняется настолько ежечасно, как мы говорим, что действительно, может быть, даже в тот момент, пока мы с вами разговариваем, еще какие-то меры дополнительной поддержки будут приняты на федеральном уровне. Кроме того, хочу обратить внимание, что и на региональном уровне тоже разработан план мероприятий по поддержке бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. И в соответствии с этим планом предусмотрено снижение ставок региональных налогов по отдельным налогам. И вот как раз касающихся бизнеса наиболее задействованы в тех не очень удачных отраслях, связанных с распространением коронавируса. Поэтому я в первую очередь все-таки обращаю внимание, что надо следить за развитием событий, за ситуацией и мониторить как наш официальный портал налог.ру, так и, конечно, региональное правительство, сайт регионального правительства, региональных министерств и наших основных органов власти. Но что касается мер поддержки на федеральном уровне, уже на данный момент сделано очень много. Чтобы с этим разобраться, мы как бы так вот поэтапно с вами сейчас поговорим об отдельных направлениях. Ну, начнем, наверное, с налоговых проверок. Тема, которая всегда очень болезненно на нее реагируют налогоплательщики. Вот, собственно говоря, здесь тоже достаточно такие серьезные изменения. До 31 мая включительно для всех категорий налогоплательщиков приостанавливаются проведения как уже назначенных выездных налоговых проверок, так и не назначаются новые выездные налоговые проверки. Кроме того, не будут проверяться и не будут проводиться контрольные мероприятия по соблюдению требований о применении контрольно-кассовой техники и по соблюдению валютного законодательства. То есть пока на данный момент все эти мероприятия приостановлены. А что касается налоговой отчетности и бухгалтерской отчетности, сроков их сдачи, здесь будут какие-то изменения? Да, конечно, и сроков сдачи отчетности тоже коснулись изменения, связанные с той сложной ситуацией, о которой мы говорим сейчас и в которой оказался наш бизнес. Что касается сроков, то до 15 мая 2020 года продлен срок представления декларации по НДС и расчета по страховым взносам за первый квартал 2020 года. Кроме того, перенесен срок представления отчетности по всем другим видам налоговой отчетности, включая налоговые декларации, расчеты авансовых платежей, расчет формы 6 НДФЛ на 3 месяца. И при этом я обращаю внимание, что вот такое положение, перенос срока на 3 месяца, он касается именно отчетности, срок которой приходится на период с марта по май 2020 года. По бухгалтерской отчетности здесь обращаю внимание, особая у нас ситуация. Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год должен быть представлен не позднее 6 мая. То есть здесь у нас с вами перенос идет на первый рабочий день после вот таких длительных каникул невольно, которые установлены теперь в связи с сложившейся ситуацией. Все мы понимаем, что есть отрасли, которые в период распространения коронавирусной инфекции пострадали больше других. от ограничения и снижения деловой активности. Предусмотрены ли для бизнеса в этих отраслях какие-то дополнительные меры поддержки? И что это за отрасли? Да, действительно, все мы пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Все мы в той или иной мере. И как физические лица, и как представители бизнеса, соответственно, испытываем очень негативное воздействие вот этой ситуации. Но, тем не менее, все-таки есть ряд отраслей, который в первую очередь и наиболее существенно пострадал от того, что сейчас происходит у нас в социально-экономической сфере. И этот перечень отраслей, он установлен и утвержден постановлением правительства Российской Федерации 3 апреля. Хочу сказать, что также этот перечень добавляется, актуализируется. И вот уже буквально в ближайшее время несколько отраслей будет добавлено туда, также которые будут сейчас считаться наиболее пострадавшими. Так вот, как раз для представителей бизнеса из этих отраслей и одновременно входящих в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, у нас установлены дополнительные меры поддержки. В первую очередь, это перенос сроков уплаты налогов. Тот вопрос, который действительно тоже очень часто волнует наших бизнесменов, индивидуальных предпринимателей. Что касается срока переноса уплаты налогов, то здесь на срок от трех месяцев переносится он до полугода, в зависимости от вида налога. Я рекомендую всем зайти на наш официальный сайт налог.ру. Там создан специализированный раздел «Коронавирус. Меры поддержки бизнеса». Подробно ознакомиться, вот как раз в том числе и со сроками новыми, уже продленными уплаты налогов. Кроме того, хочу обратить внимание, как проверить, входите ли вы в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Дело все в том, что до этой ситуации представители бизнеса не сильно интересовало, как правило, этот вопрос. Реестр этот формируется автоматически, ведется он федеральной налоговой службой и доступен в свободном бесплатном доступе. Как раз ссылка на него идет также с нашего сайта налог.ру. А теперь давайте поговорим о том, как складывается взаимодействие в сложившейся ситуации с налогоплательщиками. Есть ли какие-то изменения? Личный прием налогоплательщиков и личное взаимодействие полностью прекращены. Но это не означает, что, скажем, индивидуальный предприниматель или бухгалтер какой-то организации не может представить отчетность, не может подать заявление или написать обращение. То есть для вот такого взаимодействия бесконтактного в первую очередь у нас установлены специализированные боксы. Это ящики, куда можно опустить любую документацию, включая налоговую и бухгалтерскую отчетность. Но единственное, что здесь хотелось бы очень все-таки призвать к такому порядку наших налогоплательщиков, по возможности, конечно, лучше документы представлять в конверте, и обязательно указывать контактный телефон для решения каких-то возникающих нюансов дистанционно по телефону. То есть в этом случае вы будете уверены, что с вами всегда свяжутся, если какие-то проблемы по вашему документу есть, то, собственно говоря, они решатся. Но это, конечно, все-таки не совсем бесконтактный способ взаимодействия. Хотелось бы обратить внимание на полностью электронное взаимодействие с нашей налоговой службой. И уверяю вас, что есть для этого все возможности и как у представителей бизнеса, так и у физических лиц. То есть сейчас на данный момент у нас более 50 электронных сервисов на сайте налог.ру. Огромный спектр информации можно получить. И более того, самое, наверное, главное, это все-таки функционирование трех видов личных кабинетов. Это личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей. То есть здесь большой простор для возможностей как раз электронного бесконтактного взаимодействия. А как действовать сложившиеся ситуации тем гражданам, которые должны отчитаться за свои доходы до 30 апреля? Да, вот здесь тоже есть изменения. Очень хорошо, что затронули эту тему, потому что у нас традиционно в начале года с января по апрель проходит декларационная кампания. Налоговые органы призывают налогоплательщиков, те, которые обязаны отчитаться о своих доходах, представить декларацию формы 3НДФЛ. Это такая стандартная акция, уже много раз она проходит. И вот сейчас в сложившихся условиях принято решение в связи с переносом общего срока переноса отчетности. В том числе и принято решение о переносе срока отчетности 30 апреля. То есть теперь те, кто у нас обязаны отчитаться о своих доходах не позднее 30 апреля, могут это сделать совершенно спокойно не позднее 30 июля. То есть вот такая преференция тоже в сложившихся условиях, я думаю, будет не лишним. Чтобы на самом деле и спокойно подготовить декларацию, но в общем-то и быть уверенным, что вы свой долг исполнили. Можно, пользуясь случаем, напомнить, кто должен отчитаться за доходы за 2019 год? Какие категории граждан? В первую очередь самая большая категория, которая у нас подпадает под как раз необходимость представления декларации формы 3НДФЛ в определенный срок, это те, кто в прошлом году совершал продажу имущества, как движимого, так и недвижимого. Ну, здесь буквально вот несколько нюансов, чтобы резинансы разобрались. Если речь идет о продаже транспортного средства, автомобиля, достаточно часто распространенная ситуация, то здесь все очень просто. Есть так называемый минимальный срок владения имуществом. Вот если минимальный срок владения имуществом, а именно автомобилем, составляет менее трех лет, и вы после этого продаете автомобиль, то вот тогда вы должны отчитаться о своих доходах, представить декларацию. Соответственно, владеете автомобилем больше трех лет, никаких действий не предпринимаете. А вот что касается продажи недвижимого имущества, земельных участков, домов, квартир, гаражей, дачи и так далее, то здесь несколько сложнее. Здесь есть минимальный предельный срок владения имуществом как три года, так и пять лет. То есть вот буквально на примерах, чтобы сразу стало понятно. В случае, если объект, который вы продаете, получен вами, то есть как вам перешел этот объект недвижимости. Вот ключевое, в чем мы должны разобраться. Если право на объект недвижимости вами получено в результате приватизации, в результате наследства или по договору дарения от лиц, являющихся близкими родственниками, и третья ситуация по договору ренты, то в этом случае для вас действует трехлетний срок, минимальный срок владения имуществом. Вы владели более трех лет, соответственно, не отчитываетесь, менее трех лет отчитываетесь. Во всех остальных ситуациях у нас с вами действует пятилетний срок. Ну, вот в качестве прям такого совсем простого примера, если у вас в собственности была квартира 4 года, да, если вы получили ее в наследство, то в этом случае при продаже вы совершенно спокойно не отчитываетесь, да, поскольку у вас трехлетний срок минимального владения имуществом. А вот если вы ее просто купили по договору купли-продажи, то тогда для вас тут важен будет пятилетний срок. И, к сожалению, тогда вы должны будете отчитаться, посмотреть, есть ли сумма к уплате, если есть, то, соответственно, уплатить налог. То есть вот такая простая арифметика, или три, или пять лет. Поэтому в первую очередь налогоплательщик должен для себя понять, да, должен ли он отчитываться, да. Значит, если должен, то тогда задача только одна остается. Заполнить декларацию и подать ее. Помимо продавших свое имущество и автовладельцев, и собственников недвижимости, кто еще должен отчитаться? Да, несмотря на то, что это большая категория, тем не менее, есть еще ряд случаев. Отчитаться о своих доходах необходимо в том случае, если в прошлом, в 2019 году, вы получили доходы от продажи доли в уставном капитале организации, продавали акции, да. Кроме того, получили в дар имущество, причем любое, это могут быть и как объекты движимое и недвижимое имущество, так и, скажем, акции опять те же, да, от лиц, не являющихся близкими родственниками. Если вы выиграли в различного рода лотерей, кроме того, если вы сдавали в аренду имущество, ну, например, квартиру, да, получали доход с этого, то вы в обязательном порядке должны отчитаться, заполнить декларацию формы 3НДФЛ и представить ее, если есть налог к уплате, то затем до 15 июля заплатить. Ну, и напомню, хотя эта категория, она более такая ответственная у нас, что также отчитываются о своих доходах в обязательном порядке все индивидуальные предприниматели, которые находятся на общепринятой системе налогообложения, а кроме того, нотариусы, адвокаты и другие лица, которые занимаются частной практикой. Есть ли какие-то штрафные санкции тем, кто, например, опоздал с оплатой налогов? Да, конечно, без штрафных санкций тут тоже не обойтись. Мы понимаем прекрасно, да, что срок 30 апреля, а сейчас в этом году срок 30 июля, да, это срок, установленный законодательно, поэтому, конечно, за нарушение этого срока уже установлены штрафные санкции. Ну, в частности, за представление налоговой декларации с нарушением срока, да, предусмотрен штраф в размере 5% от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный месяц просрочки платежа, но не более 30% такой суммы и не менее 1000 рублей. Вот что касается 1000 рублей, здесь я просто обращу внимание, что эта ситуация связана с тем, что, может быть, при заполнении декларации, да, когда вы продавали, скажем, какое-то имущество, вы можете воспользоваться различными вычетами, да, и так может получиться, что налог к уплате у вас будет ноль. То есть вы должны будете отчитаться, но налога к уплате у вас нет. То в этом случае, если вы не своевременно представите декларацию 1000 рублей, к сожалению, штрафная санкция вам будет назначена. Поэтому, ну, теперь, я думаю, уж до 30 июля наши рязанцы все исполнят свою обязанность и, в общем-то, сделают это своевременно. Да, время еще есть. Сейчас много говорят о дистанционном взаимодействии и что касается физических лиц. Могут ли физические лица направить свою декларацию, да, о доходах, не выходя из дома, дистанционно? Да, вот теперь, как никогда, становится актуальным наша тема подключения к сервису личный кабинет налогоплательщика для физического лица. Я не забываю призывать рязанцев каждый раз, когда вот встречаюсь с вами, да, к тому, чтобы не полениться сходить в налоговую инспекцию, подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Вот сейчас те рязанцы, кто у нас является активным пользователем, они в абсолютном выигрыше. То есть через личный кабинет налогоплательщика, не выходя из дома, не посещая налоговую инспекцию, можно сделать практически все. Вот все ситуации, которые связаны с физическим лицом и взаимодействием с налоговой службой. И, конечно, в первую очередь отправить декларацию формы 3НДФЛ. Причем не просто отправить, а потратив на это времени, ну, знаете, наверное, ну, в 10 раз меньше, если вы будете заполнять ее каким-то другим образом, да, хотя есть возможности программу скачать с сайта Федеральной налоговой службы декларации, соответственно, 2019. Вот, но, тем не менее, вот через личный кабинет это самый оптимальный вариант. А существуют же некие тонкости процесса заполнения формы 3НДФЛ. Сложно ли простому гражданину разобраться в этом самостоятельно? Ну, действительно, сложновато. Вот если мы с вами говорим о том, что налогоплательщик берет бланк бумажной декларации 3НДФЛ, да, который у нас утвержден соответствующим приказом ФНС России, и берет документы, которые ему необходимы для подготовки этой декларации, то, ну, наверное, вот этот процесс заполнения декларации, я думаю, что он займет очень большое количество времени. А вот если вы будете это делать из личного кабинета налогоплательщика, то там сейчас реализована возможность выбрать жизненную ситуацию, в соответствии с которой вы представляете декларацию формы 3НДФЛ. Ну, там, скажем, вы продаете имущество, да, вы приобретали квартиру и так далее, да, там вы лечили зубы, например, да, подаете на налоговый вычет. То есть в соответствии с этим буквально есть некий шаблон, нажимая последовательно несколько кнопок, и вы уже, собственно говоря, декларация у вас готова. Единственное, что здесь надо будет сделать, это подписать электронной подписью данную декларацию. Итак, я думаю, мы достаточно постарались подробно с вами рассказать о всех тонкостях нынешней ситуации, связанной с налогами для наших телезрителей. Но напомним, да, еще разочек о том, что ситуация стремительно меняется. Следите за новостями, за обновлениями на официальном сайте УФФНС России по Рязанской области. В гостях у нас была Алла Александровна Кондакова, начальник отдела работы с налогоплательщиками. Спасибо вам, что пришли. Всего доброго. И будем дальше продолжать информировать наших рязанцев. Следите за новостями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова